Вы смотрите RTVI, с вами Мариана Минскер. Здравствуйте! Нам надо поговорить про осознанные отношения. Со мной в студии психолог и бизнес-тренер Наталья Федрушкова. Наташа, тебя приветствую, спасибо, что пришла. Что такое осознанные отношения? О, хороший, хороший, большой вопрос. Ну, в первую очередь, это отношения, в которых мы присутствуем в осознанности. Отношения – это всегда люди. И, ну, в нашем разговоре я предлагаю говорить о себе, да, потому что ты – это тот человек, за которого ты отвечаешь. Конечно же, отношения – это всегда дело двоих, если мы говорим про пару, да, или коллектива. И осознанность – это присутствие в этих отношениях. То есть не когда ты куда-то улетаешь, а когда ты наблюдаешь за собой таким внутренним взором, немножечко сканируешь себя и понимаешь, что происходит, что ты чувствуешь, в чем ты находишься, что ты сейчас транслируешь своему собеседнику. То есть это осознавание в каждый момент времени. Ну, конечно, мы все люди, не получается делать это нон-стоп, но, тем не менее, очень важно в эту осознанность хотя бы периодически попадать, возвращать себя. А как это делать? Это довольно простая история. Можно просто наблюдать за собой. Ну, даже если вы общаетесь с человеком, мы же очень часто проваливаемся во внутренний диалог. И вместо того, чтобы прокручивать свои привычные мысли, страхи, какие-то автоматизмы, переживания, можно просто спросить, так, а что я сейчас чувствую? Ага, а куда мы идем? Ради чего я здесь? Ну, простые вопросы, да, которые могут вас немножечко, ну, сдвинуть в сторону ценного, полезного или той цели, ради которого все это делаете. Ну, давай мы прям конкретно. Вот, допустим, мы сидим в ресторане, и что-то я вот, что-то он мне такое сказал, я начинаю злиться, что-то вот меня зацепило. То есть я должна зависнуть на какой там или выйти. На самом деле это происходит довольно быстро. Если, ну, завести себе такую привычку, то это не будет выглядеть так, что вы зависли, взяли паузу. Хотя иногда это неплохо. Иногда неплохо взять паузу, особенно если ситуация наколена, да, вы злитесь или чувствуете еще какие-то более сильные эмоции, гнев, агрессию, что-то вот, обиду, да, мы привыкли как делать? В социуме же не принято выражать эти эмоции, да, это не очень экологично, если вы будете прямо в моменте, тем более в ресторане, вообще, если вместе, это... Истерику закатывать. Да, закатывать истерику. Некоторые так делают, ну, для каких-то своих внутренних целей, но это не всегда ценно, не всегда эффективно. Мы привыкли подавлять эти эмоции. Но подавление этих эмоций, да, когда мы погружаем внутрь себя и делаем вид, что ничего не случилось, натягиваем улыбку, продолжаем, искрепя зубы, продолжаем вот что-то из себя изображать. При том, что близкий человек видит, что что-то происходит, но не понимает, что. Да, да, да. Самое интересное, что люди всегда считывают, что что-то не то, как бы мы это ни старались закрыть, ни старались подавить, люди все равно чувствуют. И более того, все подавленные эмоции, они все равно потом сказываются, да, они накапливаются, все сейчас знают, что это может отражаться и на здоровье в том числе. Поэтому с этими эмоциями полезно работать. Ну, конечно же, лучше всего с теми эмоциями, которые сильно мешают вам жить и работать с профессионалом, да, с терапевтом, в терапии, в тренингах, где угодно, да. Но, тем не менее, включая осознанность, вы можете делать это сами. Потому что зачастую просто наблюдая за свои эмоции, за тем, что я сейчас чувствую, вы можете, ну, снизить градус. Самое главное, что нужно сделать сначала, это отделить свою эмоцию от ситуации, от человека. То есть взять ответственность за свою эмоцию. Наши эмоции — это наша ответственность. Это самый главный, наверное, такой сюрприз. Он не всегда приятный, потому что эмоции не все приятные. Но очень важно с ним встретиться, потому что это позволяет вообще влиять на свою жизнь, на свои проявления и даже на свои чувства, на свои эмоции. Ну, что значит, что это наша ответственность? То есть если он мне что-то сказал, как же это моя ответственность? Если бы он мне этого не сказал, у меня было бы все прекрасно и замечательно. А тут я расстроилась. Да, но тем не менее, тем не менее, какие у нас есть варианты? Вот он сказал, я расстроилась. Да, важно свои чувства признавать, не нужно делать вид, что этого не произошло. Если вы расстроились, важно это увидеть, почему вы расстроились, да, что это произошло, а дальше уже смотрим, какие у нас есть варианты. Вот здесь мы подходим к такому понятию, его прямо очень полезно ввести, понятие ответственности вообще, да, что такое ответственность. Ну, вообще ответственность в нашей жизни, да, это когда мы берем, ну, отвечаем за совокупность всех результатов в нашей жизни. Всех. Но очень часто мы любим брать ответственность только за положительные результаты. То есть, ну, вот если получилось что-то хорошее, то это я. Это я молодец. Я молодец, конечно. Это я создала такой прекрасный, там, не знаю, такой прекрасный проект. У меня получилось, я получила, заслужила эту премию или что-то еще, или я создала такие прекрасные отношения, благодаря которым мы с мужем, тра-та-та и так далее. Вот, то есть мы очень часто присваиваем себе положительные результаты, и мы не очень любим присваивать себе отрицательные результаты, да. Вспоминаем сразу, когда происходит что-то не очень, это оно само. Оно разбилось, это он сказал, это он сделал, меня уволили и так далее. То есть мы сразу, как бы, передаем мячик на ту сторону, это не я. Но здесь кроется самый большой подвох, потому что в тот момент, когда вы передали мячик на ту сторону, это они сделали, это не я. Все, в этот момент вы потеряли контакт с этой ситуацией и возможность влиять на нее. Контекст жертвы. Да, ну, довольно распространенное сейчас слово, и, собственно, наверное, каждый человек знает, что такое чувствовать себя жертвой. Да, это вот это уныние, беспомощность, обида, да, меня обидели, расстройство. Ну, то есть целая апатия, да, очень часто бывает апатия наступает. Вот это вот, вот этот так называемый, да, в простонародье жертвяк, он вот прям тащится зачастую по жизни за очень многими людьми, да. Можно даже встретить человека и сразу понять, что вот он прям в классическом таком унынии, да, или вот в этом жертвяке. И вот этот контекст жертвы, с одной стороны, он неприятный, ну, эмоции же не очень приятные. С другой стороны, у него есть очень много выгод. И вот с этим прям полезно с тем встретиться, потому что, ну, будем честны, мы все это проживаем. Нет людей, которые все время находятся в бодрости, в яркости, в ясности. Мы все попадаем периодически то в контекст жертвы, то в противоположный контекст. А какие выгоды в контексте жертвы? Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть, что происходит, когда вот я в унынии, в расстройстве, в обиде. Это ты, это он. Ну, все, наверное, вокруг носятся, и чем тебе помочь? Да, это самое сладкое. Во-первых, это внимание. Ну, внимание, пускай оно кривое, да, но, тем не менее, все равно это проявление любви. То есть мы считываем это как проявление внимания, заботы и любви, когда все вокруг начинают носиться, все вокруг начинают делать то, что мы хотим, да. Это возможность манипулировать, кстати, это тоже выгода у жертвы, да. В тот момент, когда я вот такая вся обиделась, расстроилась, и все не понимаете меня, да. В этот момент у меня куча возможностей вообще играть в шашечки, да. Сделай то, подай то, нет, не то ты делаешь, нет, делай вот это, или подари мне кольцо. Ну, я не знаю, это ультрированная история, конечно же, да. Но так или иначе мы все играем в эти маленькие манипуляции. Вот, и это выгоды, да, почему, собственно, так много людей предпочитают в это играть, да. Казалось бы, эмоции это не самые позитивные, да, но выгоды очень сладкие. Вот это внимание, вот это кривое проявление любви, вот это забота, да, плюс что еще? Плюс тоже очень интересная штука. Это возможность ничего не делать. Это, ну, когда вы в ситуации жертвы, когда вы, можно сказать, оскорбленная, да, обиженная или какой-то такой, да, расстроенный, то какие уж тут могут быть вообще цели, глобальные результаты и вот это вот все. Куда? Нет, я страдаю, я не могу. Это отличное оправдание. То есть вот эта ситуация, позиция жертвы, это отличное оправдание для людей ничего не делать со своей жизнью. Не двигаться к другим результатам, не достигать каких-то новых договоренностей, не идти на контакт, не признавать свою, может быть, тоже ответственность за ситуацию, да. То есть быть таким белым и пушистым, при этом немножко грустным, но зато у меня есть отличная опция. Ну да, но многие так живут годами. Как вот не допустить вскатывания в эту ситуацию? Как отловить себя? Ну, во-первых, помогает осознанность то самое, спросить себя, так, 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 а что, что я вообще сейчас что чувствую? А в чем я вообще сейчас нахожусь? Ага, я обиделась. Так, ну обиды... А нужно сразу сказать сейчас, перед тем, что такое обида, нужно сразу сказать, вот допустим, своему партнеру, что я сейчас чувствую? Или нужно это как-то сначала самой разобраться? Вообще, вы знаете, здесь мы переходим вот к таким признакам осознанных отношений, да, о которых я тоже, наверное, хотела бы рассказать. И один из самых важных признаков, ну вообще категории отношений, любых, это может быть отношения в паре, на работе, с коллегами, как хотите, с друзьями, это искренность. И вот эта категория, она такая важная, такая весомая, и в зависимости от того, какой уровень близости, искренности у вас с партнером, с тем, с которым вы разговариваете, да, настолько у вас есть позволение в моменте этим делиться, да. Но искренность очень важно создавать. Это же страшно. Страшно, да. Вы знаете, вот, к сожалению, ну как-то вот не очень принято у нас вообще в мире, наверное, да, искренне делиться своими чувствами. Мы все привыкли держаться. Особенно в нашей стране мы все привыкли держаться. Да, у нас есть целый набор масок, да, которые потом прирастают так, что невозможно отлепить. Но вы знаете, ну мы же все знаем, что искренность это как-то сложнее. Но получается, что стратегически, ну быть не искренним проще, но стратегически это большой проигрыш. Потому что, ну по факту, если вы всю жизнь живете в маске, то в какой-то момент, рано или поздно, да, вы осознаете, что вы просто живете не свою жизнь. Вы не проживаете свои чувства. Вы сами себе в них не можете признаться, уж тем более признаться другим людям, да. Вы не соединены со своими ощущениями, да. И в какой-то момент мы просто превращаемся в роботов, которые делают автоматические действия, автоматически ходят на вот эту работу, потому что они привыкли. Автоматически живут с этим человеком, потому что так удобно и так далее. Но в какой-то момент происходит сильный, как правило, да, слом. И тогда сильная ситуация, в которую человек уже вынужден, да. Ну это, наверное, больше такая российская, мне кажется, история. Вот, например, на Западе там ведь тоже все улыбаются, у всех все хорошо, и никто не показывает своих чувств. Но при этом все ходят к психологу и рассказывают там, что они чувствуют на самом деле. Да, да, ну это возможность, да, такая как бы все равно иметь хоть какой-то, контакт со своими чувствами, да, делать это с профессионалами. Конечно, как сказать, профессиональная терапия – это вообще классная история. Здорово, что у нас в России это постепенно тоже стало популярно, да, ходить к психологу, делиться своими чувствами, рассказывать, проблемами искать. Потому что, конечно же, ваш близкий человек, он не психолог, да, он не обязан вас во всем понимать, поддерживать, чувствовать, угадывать ваши чувства, да. Мы же еще не говорим, что мы чувствуем, да, догадайся сам, что непонятно, да, мы же как-то еще в позу встали, да, догадайся. Вот, а люди не телепаты. Мы все хоть и росли, в общем-то, в одном, в одной стране, да, но у всех были разные ситуации, разные семьи, да, кто-то там в детстве так привык, кто-то так привык. И мы, когда встречаемся, да, вот происходит вот эта встреча и знакомство друг с другом, мы нащупываем, как там у другого человека. Но мы все равно всегда хотим, как мы. Конечно. А другой человек хочет, как он, да, и вот тут возникают эти конфликты. И вот искренность – это про чувства. Кстати, важно отметить, что вообще честность и искренность – это разные вещи, да, то есть, ну, люди очень часто путают, да, я такой искренний человек. В чем разница? Если я говорю правду, то я не обязательно искренней, потому что честность, она касается мыслей. То есть, когда я честный, я говорю то, что думаю. Вот эта вот правда-матка, да, знаете, такая правда-матка, вот есть такие правдолюбы. Вы знаете, по опыту, ну, наверное, мы все это знаем, да, не всегда правда-матка создает что-то ценное, да, в отношениях особенно. Это не про то, чтобы врать сейчас, я не об этом говорю, да, но просто вот эта вот правда-матка, да, вот это вот говорю то, что думаю, да, А мысли у нас не все имеют очень глубинный, ценный смысл. Если начать их записывать, 5 минут постоянно, попробуйте, проэкспериментируйте. Если вам кажется, что вы очень умный человек, и у вас такие ценные мысли, сядьте и по-честному 5 минут записывайте, что вы думаете, только все свои мысли. Вот если 5 минут записывать, в лучшем случае умных мыслей будет 2-3. То есть будет вот эта история, боже, что я делаю, зачем я это пишу, какой у меня почерк, и так далее. Так, это про честность, а искренность? Теперь возвращаемся к искренности. Искренность – это когда я осознаю и предъявляю свои чувства. Я осознаю, что я чувствую, и я это предъявляю тебе. То есть я говорю о своих чувствах, даже если ситуация не очень. Не обвиняя при этом другого человека. Да, это очень важно. Вот эти вот сейчас довольно тоже уже известная категория «я послание». То есть не ты сделал не то, ты меня обидел, как ты мог. Мы привыкли обвинять другого человека в какой-то ситуации или даже в тех чувствах, которые мы чувствуем. Но искренность – это когда я говорю о себе. Это не когда я пришел к жене после передачи и сказал, ну все, я решил быть искренним, значит так, ты мне всю жизнь испортил. Это не про искренность, да, или жена, там, противоположность, да. Я долго молчала, но теперь я решила быть искренней, я узнала. Все, для хороших отношений нужна искренность. В общем, ты, там, и нехорошее слово, да. Это не искренность. Искренность, когда мы о себе говорим. И это очень важно. И иногда простая искренность снимает очень многие конфликты. Ну, например, вот давай с примером. Примеры. Ну, вообще, конечно, лучше вот эту искренность создавать заранее. Не в момент крайнего кризиса, когда вас уже понесло, да. В этот момент трудно вспомнить про искренность, осознанность, там, собрать себя в кучу, да. Это возможно, но если вы натренируетесь, да, какое-то время делали это, и у вас это вошло в привычку. Да, как заранее создавать. Лучше заранее. Ну, вообще, выстраивать отношения вообще имеет смысл на искренности. То есть, как минимум, почаще задаваться вопросом, что я чувствую, и говорить об этом своему партнеру. Ну, то есть, прям так и говорить. Ты знаешь, вот в этой ситуации я почувствовала себя, мне было очень больно, да. То есть, искренность, это не только про хорошее, да, про плохое мы тоже можем говорить. То есть, то, что вам не понравилось, то, что вам было болезненно, то, что вам, ну, принесло какое-то, ну, ощущение, даже, может быть, обиду. То есть, вы признаете свои чувства и говорите о себе. Важно, да, так как, ну, мы же все равно, когда люди слышат эти вещи, они часто очень принимают это на себя. Важно человека предупредить, прям сказать, ты знаешь, мне сейчас хочется рассказать, что я вот почувствовала. Это к тебе не имеет отношения. Вот это самое основное. Отделить человека и ситуацию от того, что вы чувствуете. Потому что ваше чувство, это ваша история, ваша ответственность. Другой человек может вообще не иметь к этому отношения. Он мог явиться просто триггером. Ну, то есть, до самых вообще абстрактных вещей. Да, он мог быть просто последней каплей. Последней каплей. Он мог сказать какое-то слово, на которое у вас сработал, не знаю, детский автоматизм. Ну, до банального, да, я всегда привожу этот пример, да, вы шли мимо, человек разговаривал о животных, да, он сказал слово «козел», а у тебя на слово «козел» полезло, и вот это вот с детства, да. А он, может быть, вообще работник зоопарка, да. Ну, то есть, это банально, да, но, тем не менее, это правда так часто и бывает. Фактически, что происходит, когда происходит конфликт? Стоит человек. Ну, если мы не говорим про рукопашную, да, уже про разборку, да, про защиту собственных границ в физическом смысле. Если мы говорим про конфликт вербальный, стоит человек и произносит какие-то слова. У него открывается рот, и оттуда вылетают какие-то звуки. У вас на это происходит бурная реакция внутри, то есть бурные эмоции, чувства и так далее. И, собственно, вот именно это ваша ответственность. И если, ну, есть способы работать с такими конфликтами, да, вот как я уже говорила, да, если там в ресторане все это происходит, то можно прям взять паузу. Можно сказать, дружище, коллега, да, сейчас одну минуточку, я не знаю, с кем мы домужинаем, да, или с любимой. Я сейчас на минуточку отойду, и мы продолжим, да, и выйти, и разобраться, что там происходит. Иногда достаточно просто понаблюдать, а что в моем теле, где это, да, иногда вот эта вот злость, ее достаточно просто увидеть. Надо же, я разозлилась просто потому, что я ожидала, что он принесет мне белые розы. Я не знаю, а он принес красный подлеск. Или вообще не принес. Как же так? Мы встречаемся уже два месяца, он до сих пор не знает, что я люблю красный, да, и это вызывает там целую бурю эмоций. Понятно, что если вы будете работать со специалистом, да, можно разобраться, откуда взялась эта история, что это такая забида, что это желание признания, что это вообще имеет отношение больше к родителям, чем к вашему молодому человеку. Да, но неважно, у вас это вызвало определенную цепную реакцию, которая в данный момент сильно вам мешает жить. Мы либо идем и наблюдаем это, а где я, ух, какой я, ух, какой я злой, да, и прям позлиться. Ну, прям позлиться, так усилить немножечко эту историю, так, ну, экологично, отдельно, без близкого человека, да. Как я всегда, как я шучу, лучше в мягкой комнате и одной, вот. Ну, хочется же, когда злишься, как-то, не знаю, посуду бить, там, кричать, ругаться. Можно, смотрите, можно. А как тихо злиться? Не, не обязательно злиться тихо, но просто если вы, ну, например, знаете за собой, что у вас часто какие-то банальные ситуации, да, вы же потом у вас происходит откат, и вы понимаете, что это ерунда какая-то, господи, белые розы, красные розы. Какая разница. Такое слово, такое слово, какая разница, да, вы потом, мы потом откатываемся, да, и чувствуем себя виноватыми. Но в моменте, что можно сделать в моменте? Вот лучше в моменте прямо нажать кнопку стоп, такой стоп-кран внутри, но не подавить это, замазать, продолжать улыбаться, ненавидеть его, что мне только ничего, да, да, а сказать стоп, выйти и побыть с этим. Либо, если вы знаете за собой, что это происходит регулярно, да просто делайте это. Есть куча прекрасных возможностей работать с эмоциями, в том числе через тело. Бокс для парней – это отличный выход. Когда грушу бьете, лучше прямо с голосом, да, если у вас там с начальником есть какие-то непреодолимые разногласия, но можно прямо голосом выражать эту эмоцию, да, проживать, позволить ее себе проживать, да. Девочки всегда прекрасно, у нас всегда дома, подушки, слезы, всегда с собой. То есть можно это проживать экологично, то есть не вовлекая в это других людей. Да, это если отдельно, а если вот, допустим, в моменте и на людях. В моменте вспоминаем, самое ключевое, вспоминаем, что он здесь ни при чем. Да, это вот ключевая история, которую мы часто забываем. Мои эмоции – это моя ответственность. Факт нейтральный. Выбирая, что это он стал моим обидчиком, он виноват и так далее, и так далее, мы автоматически попадаем в контекст жертвы, да, то есть все из-за него, это не я вообще-то, да, это все он. Мы автоматически попадаем, скатываемся в контекст жертвы, и у нас там свои платы и переживания, да. Отсутствие результата, испорченные отношения, испорченный вечер. И потом еще с этим надо как-то разбираться. Вообще, может быть, расставание, да, плохое настроение, а то еще и со здоровьем там у кого-то бывает, да. Ну, то есть целый набор. Вот. И вспоминаем, что так, есть противоположная позиция вот этой жертвенческой позиции. Мы называем ее позиция автора. Ну, если, так сказать, описывать фигурально, то это если бы вы представили, что вы сами срежиссировали эту историю. То есть вы сами являетесь автором этой ситуации. Как будто бы вы сели писать книжку, Лев Толстой, не знаю, да, и вы записали, написали эту ситуацию, или как в кино, да, у вас есть сценарий. Вы сами написали этот сценарий, вы сами его разыгрываете. Это позволяет немножечко выйти вот из этого эмоционального транса, да, для начала. Во-вторых, вспомнить, да, что человек ни при чем. Ну, это сейчас мои чувства, мои эмоции, он просто стал триггером. Он, скажем так, надавил на мою красную кнопку. Мы все с вами, да, понятно, что мы не идеальные существа, мы растем, мы родились здесь, на этой земле, чтобы развиваться. И мы развиваемся, мы в разных ситуациях получаем различные уроки. Иногда эти уроки бывают очень болезненные. Ну, все... Но они все для чего-то нужны. Конечно, все из нас проживали различные ситуации в жизни, да. И важно понимать, что те результаты, которые мы имеем сейчас, неважно в каком вы возрасте, те результаты, которые вы имеете, это результаты, которые вы достигли благодаря всем ситуациям в вашей жизни. И позитивным, где вы чего-то добились, стали более сильным, уверенным, таким ловким, проявили себя. И где вам было больно. Потому что в тех болезненных ситуациях мы, как правило, еще сильнее учимся. Мы учимся быть выносливее, мы учимся быть гибкими, да, мы учимся быть сильными, крепкими, да. То есть по-разному. В разных ситуациях мы учимся разным вещам. Иногда мы учимся быть незаметными, иногда мы, наоборот, учимся высовываться, да, заставлять себя идти вперед. И благодаря всем этим ситуациям мы имеем те результаты в жизни, которые мы имеем. Но это если результаты все-таки прекрасные, потому что белые розы или красные, это все-таки, согласись, это хорошее развитие событий. А если, например, вот человек оказался в какой-то очень неблагоприятной точке своей жизни, ну не знаю, вот он сидит, он опять-таки там на кухне. Разбитого корыта. А муж говорит, что я ухожу к другой, а у него там трое детей, ипотека и, в общем, весь набор. Как же она, как автор, это себе создала? Ну, смотрите, здесь я еще разочек повторюсь, что это интерпретации. Факты нейтральны. Но у нас с вами есть выбор, как к ним относиться. И выбор за нами. И это очень важно. Мы очень привыкли сразу впадать в ситуацию, да, в контекст жертвы и проживать все эти эмоции. Это не значит, что автор не чувствует боли, не чувствует обид и так далее. Чувствует. Но вопрос, что вы дальше делаете с этими чувствами. Можно в любой болезненной ситуации, да, продолжать. Что делает жертва? Падает в эти чувства тотально, проживает их или подавляет их и делает из себя такого сильного человека. Я справлюсь внутри, зажимая все чувства. Потому что когда вы закрываете чувства болезненные, позитивные вы тоже перестаете чувствовать. Ну, или чувствуете в меньшей степени, да. То есть и постепенно мы настолько закрываемся, что в какой-то момент мы действительно становимся вот как в железных доспехах. И таскаем эти доспехи на работу, с работы, приходим на мой, снимаем, устаем, да. Вот. И у нас есть выбор. Либо тотально упасть в эту трагедию, в эту драму, в это страдание, да. Это именно страдание. И продолжать постоянно, ну, вот проживать, проживать, проживать эту ситуацию, пугать себя различными страшными последствиями. Ну, то есть это можно делать бесконечно. Либо выбрать и посмотреть. Вот авторская позиция, в ней два вопроса очень важные. Как я это создал и зачем? То есть когда происходит ситуация болезненная или драматическая, конечно же, если она очень драматическая и болезненная, вы даете себе возможность прожить эти эмоции, не подавляя их. Позвольте себе их, просто признайте, что да, я сейчас горюю, мне сейчас обидно, мне сейчас больно, да. То есть проживите, дайте себе какое-то время. И это не обязательно долго. На самом деле, если не подавлять эмоции, то можно довольно быстро прожить это, да. Дать себе возможность выплакаться, дать себе возможность выкричаться, да. То есть, ну, выразить эти эмоции. Потому что вы имеете право на свои эмоции, имеете, неважно, да, обиделись ли вы, да, агрессию, чувствуете злость. Выражайте их, ну, выражайте экологично, да, в одиночестве, с подушкой, да, со слезами. Ну, то есть каким-то экологичным способом. Либо, если вы сами не справляетесь, да, то, конечно, в помощь специалиста. Да. Вот. Дальше, если, ну, вы уже немножечко, так сказать, пришли в норму и хотите посмотреть на ситуацию объективно, что же все-таки происходит. Имеет смысл не впадать в страдания, не бежать к подружкам, размусоливать. Ах, какой же он, нура, как он мог, я ему, та-та-та-та-та-та. А взять ответственность за эту ситуацию, по крайней мере, принять ее. Ситуация вот такая. И это происходит, происходит вот это, вот это, вот это, вот это. И по возможности максимально нейтрально посмотреть на факты, а дальше задать себе вопрос, как я это создала. То есть какими своими действиями, мыслями, чувствами, недоговоренностями, еще чем-то я пришла вот к этому, к тому, что я имею. Это не про то, что вы виноваты в этом, да, это очень важно. Потому что контекст вины — это сразу контекст жертвы, да, жертва обвиняет. Либо другого, либо себя. Это не важно. В обоих случаях вы в тотальном жертвяке, да, и выход оттуда, ну, долгий, да. В контексте авторской позиции, когда я смотрю, хорошо, как я это создала. И дальше, если вы честны с собой, опять же, да, если мы включаем вот этот инструмент искренность, то вы всегда знаете, как именно вы попали в эту ситуацию, где вы объективно не выбирали вкладываться, да, своего партнера, где вы его не поддерживали, где вы его, даже не говоря вслух, но отталкивали или обвиняли, да, или еще что-то проживали. Это, опять же, да, не про вину, а прям ответственность. Ага, я вот это не делал, вот это не делал. И не важно, что я не делал это, потому что он, например, не делал того. Да, это не важно. Понятно, что отношения всегда делают двоих, да, двоих людей, если мы говорим про пару. Но моя рекомендация такая, делайте свои 100, а лучше 110 процентов, делайте, будьте в этом привержены. Если вы прямо сейчас понимаете, что ваши отношения далеки от ваших идеалов, да, или того, чего вам бы хотелось, да, начните двигаться сами. Ваш партнер, если вы с ним в контакте, он со временем, не сразу, со временем почувствует разницу и начнет откликаться. На искренность и любовь откликаются практически все люди, если вы не ждете, что это произойдет сразу. Очень важно отлепиться от ожиданий. Вот это прямо ключевая тема. Это так трудно, мы всегда ждем. Мы всегда, вот если я что-то сделала тебе, я всегда жду, что ну вот теперь ты вот мне что-то сделаешь. И вот это мы называем очень часто любовью, да, ну что такое любовь? Это когда у нас классные, хорошие отношения, у меня вот тут вот шевелится, да, и вот я делаю тебе хорошее, а ты мне хорошее, да, я тебе вот там борщ приготовила. Ну или хотя бы реакцию какую-то ждем определенную. Да, а ты меня поблагодарил и сказал да, и вот это-то. И причем ожидания очень часто довольно специфические, да, вот как та история с белыми и красными розами. Очень часто мы от партнера ждем специфической реакции, той, которая вот нам представляется такой самой-самой. Утрирую, но объективно это выглядит ситуация так, что вот я приду, а он весь в белом и с красной розой и стоит и такими глазами, а я ему вот, а он как заплачет, у него вот тут слеза скатится. Понимаете? Ну а он оказался в синей рубашке и вообще сидел, ужинал, да, и он не рассчитывал, но он тоже был очень рад меня видеть, да, но он подготовил не красный роза, а белый и так далее. Да, он не знал, что вот этого было нужно, да. О чем это? Это о том, что не хватает искренности, не хватает договоренности у партнера. То есть нужно все проговаривать, надо говорить сразу, что я люблю так и так и так, в самом начале отношений. В идеале, да. Ну, это будет вообще идеальная ситуация. А где же тогда, ну, сюрпризы, да, романтик. Способности к телепатии, которые он будет развивать, когда отгадывать, какие цветы я люблю. Вы можете поэкспериментировать, да. Понятно, что это все, ну, наша ответственность и наша игра, да, в хорошем смысле этого слова. Но можно не экспериментировать, можно просто выстраивать... Отказаться от ожиданий. Выстраивать теплые, гармоничные, ясные, простые, добрые отношения. Если вы сторонник ярких эмоций, сильных страстей, переживаний, разборок, умывай руки. Нет, на самом деле есть люди, которым это нравится, они находят друг друга, проживают в этом очень активно и радуются, и ссорятся, бросают эти розы друг другу в лицо, потом плачут три дня, потом мирятся, потом вот эта вот вся страсть, эмоции. Можно жить так. Но, как правило, такая страсть, она все равно когда-то заканчивается, люди устают жить на такой раскачке, да. И нам всем хочется мира в душе, когда у нас есть ясные, простые договоренности, когда у нас есть понимание, что я приду домой и могу, смогу попросить и найти там поддержки, да. И о том, как вас поддерживать, тоже нужно договариваться. Даже если вы много лет вместе, понятно, что вы, скорее всего, узнали друг друга хорошо. Но будет лучше, если вы будете партнеру подсказывать. Дорогой, вот я сегодня приду, а мне бы так хотелось. Вот я так мечтаю о том, чтобы то-то и то-то. А партнер, например, не слышит, не успела или там внулили, просто не приняла это к сведению. Ну, подумаешь. Дальше у вас возникает выбор. А она идет домой, вы ожидали. Она же сказала. Ключевое ожидание. Она же сказала, значит, это должно быть, а там ничего нет, это же еще хуже. Вот. Ключевое ожидание. Друзья, ну, без этого, без того, чтобы отцепиться от ожиданий. А как это сделать? Как не ожидать? Все равно же, ну, у нас хорошая у всех фантазия. Мы себе представляем, что вот я сейчас приду, а там нет. Задавайте себе вопрос, к чему я иду, какие отношения я создаю, что я строю, ради чего. Да, и даже если в этот момент мне неприятно, да, что-то не случилось так, как я хотела, задавайте себе вопрос, а что дальше? Что за этим? Просто почему возникает эмоциональная реакция, да, неприятная? Потому что в этот момент у нас возникает вот это вот такое поступательное движение вниз, да, вниз к обидам, да, что, боже, он не сделал, как я хотела, значит, что? Надо обидеться. Нет, значит, он как ко мне относится? Ну, не любит. Не любит меня, да. Если он принес мне не красный, а роза белый, то у нас сразу идет отсылочка, что он меня не любит. И вот это к реальности, скорее всего, не имеет отношения, но мы обижаемся именно на это, да, на то, что он меня не любит. И дальше играем в свою игру, скатываем в свою историю жертву. Даже может быть не то, что не любит, а просто ему все равно, что я думаю, он не то заботил, он внимательный и так далее. Да, 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 да. Но это все аспекты, если докрутить до конца, то фактически он меня не любит. К реальности это на самом деле может не иметь отношения. Ваш партнер мог устать, действительно не расслышать. За мужчинами такое водится. И если, ну вот мне как женщине важно, чтобы он услышал, и я знаю, куда я иду, да, к добрым, там, таким понятным, ясным, любящим отношениям, я сделаю еще раз. Вот здесь очень важна приверженность. Приверженность — это когда вы не один раз попросили, а он не сделал, и все, тогда ну уж точно развод, да, а вы попросили один раз, второй раз, третий, четвертый. И если этого не происходит, ну, на какой-то раз, да, то имеет смысл сесть и создать искренний разговор друг с другом. Разговор не из претензий, как ты можешь, ты меня совершенно не понимаешь, ты меня не слышишь, ты не обращаешь на меня внимания. Это претензия, на которую человек сразу защищается, да, или, ну, он либо закрывается, часто бывает мужчина просто закрывается и не разговаривает на эти темы, либо отвечает агрессия, конечно, а ты и понеслась, да, мы все проживаем это очень часто. Есть другой вариант. Начните говорить, включайте искренность и говорите о своих чувствах, да, послушай, вот была ситуация, и я в ней почувствовала себя вот так-то. Я понимаю, что это к тебе, скорее всего, не имеет отношения, да, что у тебя были, ну, объективные причины, почему ты так поступил. Я просто сейчас говорю про свои чувства. И что должен партнер сделать? Вот, когда происходит так-то и так-то, и вы рассказываете, да, я чувствую то-то, я чувствую боль, я чувствую обиду, я расстраиваюсь, да, это моя история, и вы можете прямо об этом партнеру сказать, я тебя в этом не обвиняю, это просто моя история. Возможно, это вообще с тобой не связано, может быть, это связано с моими детскими травмами, историями, обидами, вообще, может быть, это к папе, а не к тебе, да, или потому что у меня был плохой день, или начальник. Вот, и дальше, в первую очередь, вы попросите партнера, он не обязан сделать так, как вы просите, но вы можете попросить, вы просто просите его, давай подумаем, как в этой ситуации в дальнейшем мы с тобой можем поступать. Вот, для меня было бы очень ценно, если бы ты, например, мог бы просто мне сказать, дорогая, я сегодня не могу, а вот выходные, давай, конечно, вместе проведем время и таза-та, да, либо еще как-то. То есть договориться, друзья, отношения без договоренностей невозможны, ну, потому что мы разные люди, ваш партнер не один и тот же с вами человек, не часть вас, не рука, не нога ваша, да, он как-то по-другому устроен, тем более, если он противоположного пола, да, он по-другому мыслит, он рос в другой семье, да, у него все по-разному. У него тоже свои болезненные красные кнопки, на которые вы тоже давите, у него тоже есть накопленные обиды, он тоже может по-разному себя вести, и если мы начинаем мериться, кто кому больше сделал хорошего или кто кому круче на красную кнопку надавил, да, то мы приходим в никуда, все знают, чем это заканчивается. То есть в какой-то момент кнопка оказывается слишком болезненной, происходит ба-бах, да, мы разбегаемся для того, чтобы не чувствовать эту боль, или закрываемся и постепенно, холодно, да, в холоде разваливаемся. Вот не доводя до этого, можно в первую очередь, во-первых, создавать искренность, не обвиняя партнера говорить, что вы чувствуете, это ключевое. Не обвиняя, не потому что я запретила, да, тетя в телевизоре сказала, нельзя, а потому что, если вы на самом деле посмотрите и примете, возьмете ответственность за свои чувства, то окажется, что ваш партнер просто является триггером. В современном мире любовь воспринимаем криво, у нас же, как скажем, общество потребления, да, и поэтому любовь тоже немножко перешла в эту плоскость, и это немножко грустно, потому что потому что мы как раз и исходим из ожиданий. То есть вот я тебя люблю, поэтому я сейчас сделаю тебе вот это вот хорошее, а после того, как я сделала тебе вот это, ты меня тоже полюбишь как-то правильно, и как-то вот именно так, как мне хотелось. И получается, что если ты меня не полюбила так, как мне хотелось, то все, я обижаюсь и понеслась, да. То есть это, вот эта история с ожиданиями, как только вы делаете что-то для человека, ожидая от него что-то, это не любовь. Но вот это прям нужно увидеть, признаться себе и запомнить, что как только вы делаете что-то для человека и ждёте, чтобы он, неважно, спасибо сказал или бриллиант подарил, неважно, это ожидание. Это изначально тогда посыл был не из любви, а из желания получить. А любовь? Классический эгоизм. Это что? Любовь — это конкретное переживание, когда вот мама передо мной, и я чувствую, что люблю. Вот это любовь, если говорить про конкретное чувство. И давайте вспомним. Наверняка же все помнят, когда чувствовали реально любовь, влюблённость. Вспомните, как мы были влюблены, как в этот момент мы себя чувствовали. В этот момент у тебя вот здесь в груди как будто солнце. Ну я так ощущаю, да, и очень многие люди описывают похоже. У тебя включается свет, у тебя включается солнце, у тебя сердце становится большое, и тебе хочется любить вообще весь мир. Очень часто такой признак любви — это когда ты ни одного вот этого принца своего любишь, да, все остальные идите, да. А любовь — это когда я в любви, я всё люблю. Я готова у метро бабушек расцеловать, да. То есть вот это вот состояние, когда ты летишь на крыльях, да, вот это состояние влюблённости. Вспоминайте. Мы в этот момент светим всему миру. Здесь прямо такое тепло просыпается, да, сердце открывается, говорят, да. И это очень ценное чувство, но оно всегда направлено вовне. Я имею в виду, что любовь, она сильно связана с вкладом человека. И вот один из признаков, да, и таких основ осознанных отношений — это вклад в человека. Когда ты держишь фокус внимания не на том, чтобы получить с него это, это и вот это, да, раз мы с ним женаты, значит, он не должен, тар-тар-тар. Не должен. Он просто выбрал с тобой пройти какой-то отрезок пути. И ещё, да, учитывая все твои красные кнопки, вот эти все штуки, которые у тебя вылезают, эмоции, да, он ещё и продолжает с тобой быть. Ну, это ему памятник можно нужно поставить, да. Ну, понятно, что это в обе стороны работает всегда, да. Но если вы будете относиться к партнёру как к человеку, с которым вы когда-то встретились, который когда-то в вас зажёг это чувство, вспоминать это чувство и направлять фокус внимания не на то, чтобы получить, а на то, чтобы дать, просто так. Вспоминайте, вы же, когда влюблены, вы даёте просто так. Вы не ждёте, что он вот непременно вот это, вот это и вот то. Ну, иногда, конечно, ждём, но отлепляем себя от этого и делаем просто так. Любовь, она всегда просто так. Её не нужно заслуживать. Ну, вот так говорят, просто так ничего не бывает. Бывает. Всегда любовь просто так. Если вспомнить по-честному вот эту влюблённость, она просто так появилась. А почему тогда она проходит? Потому что мы постепенно, включаясь во все эти красные кнопки Наши эмоции, обиды, начинаем закрываться Мы с вами закрываемся, когда чувствуем боль Закрываем свое сердце Правда, это естественная реакция организма Что если мне больно, я захлопываюсь Чтобы не чувствовать боль, я закрываю Но засада заключается в том, что у нас с вами одно и то же место И болит, и любит И если я закрываюсь от боли То и от любви тоже То и от любви я тоже закрываюсь И почувствовать вот эту любовь Нужно снова открываться, нужно снова рисковать А открываться это риск Мы же знаем, нам же уже было больно И было много раз больно Каждому из нас было больно много раз Но мы снова находились в силах открываться Как пережить обиды? Как их пережить? Признать, принять и простить Простить Ну, на самом деле, так очень часто говорят. Легко сказать, правда. И мы все сейчас умны, мы все же знаем, что нужно прощать. Для здоровья полезно. Для здоровья полезно, конечно, потому что если не прощаешь, сейчас вот эта вся история с болезнями, переживаниями. Для здоровья полезно прощать. И поэтому мы что делаем? Мы собираемся. И прощаем. И прощаем. И за всех сил прощаем. А он такой негодяй, я его куда-то спростить. А он все равно негодяй не прощается. Ну, ладно. Я вся в белом в этот момент, да, понимаете? Но я же его прощаю, я вся в белом, тут у меня светится, да? Вот я его простила. Вот, но каждый раз, когда заходит речь о нем или об этой ситуации, у меня снова все вылезает, да? То есть простить не так-то уж просто. Конечно. Да, тем более, если ситуация была болезненная. Но вот я в этом смысле рекомендую очень одну технику, которая называется радикальное прощение. Она довольно простая, на первый взгляд, но очень глубокая. Есть прям книжка, называется «Радикальное прощение», и там прям практика есть, которую очень полезно сделать. Мне очень откликается эта концепция, да? Это же тоже концепция. Мы понимаем, что автор просто предлагает нам этот инструмент, чтобы нам полегче было, да, справляться со своими обидами. Концепция следующая. В контексте обычного прощения нашего с вами, когда мы стараемся простить, в нашей реальности человек плохой. Ну, будем называть вещи своими именами, это звучит немножко по-детски, но он плохой, он виноват. Он сделал то, то, то и вот то, и доказательства неопровержимы. Он действительно это сделал. Это могут быть очень серьезные вещи, да? Он это сделал. Он плохой, он виноват, да? Я в этой ситуации жертва, да, и я хочу его простить. Но он в моей реальности, в моей картинке мира, он плохой. И именно поэтому это сделать непросто. Как же я буду его вообще сейчас все ему прощать и желать ему всего самого лучшего, когда он плохой? Но в концепции радикального прощения автор предлагает рассмотреть вообще ситуацию по-другому. Он предлагает начать издалека. Он говорит о том, что все души на землю приходят в человеческое тело, чтобы развиваться. И человеческое тело для души — это самый лучший способ получить те уроки, которые душа должна пройти для развития. И душа приходит в тело человека и учится. Получает разные ситуации, разные опыты, болезненные, позитивные. И учится, да, учится тому, другому, получает уроки. И вырастает, то есть развивается. Но душа знает, какие ей нужно пройти уроки. И для того, чтобы их пройти, душа просит другие души ей помочь. Преподнести эти уроки, ей помочь, да. И она прям договаривается. Я прошу тебя быть моей матерью. Прошу тебя быть моим отцом. Прошу тебя быть моим мужем. Договаривается. И души идут навстречу, да. Они заключают вот этот контракт. Они договариваются. Хорошо, я буду это делать для тебя. И техника. И техника. Техника просто это увидеть. Просто когда мы рождаемся уже в теле человека, душа рождается. Она, естественно, об этом забывает. Иначе она не сможет получить эти уроки. И таким образом каждый человек, с которым мы встречаемся, и с которым мы проживаем даже очень болезненные ситуации, если исходить из этой концепции, он не твой враг, он не вредитель, он не виновник, он не плохой. Он твой учитель, которого ты когда-то попросил об этом. И попросил для чего-то. Вот если ты будешь смотреть на каждого человека, с которым у тебя происходит такой конфликт, а для чего? Хорошо, я это придумал, я это запланировал. Зачем? И вот те самые два вопроса. Как я это создал? Ну, чтобы увидеть какие-то свои неэффективные стратегии, которыми ты в жизни создаешь не только этот результат, наверняка еще многие другие. И зачем? Зачем? Чтобы что увидеть? Чтобы стать каким? Чтобы что прибавилось? Может быть, пойти куда-то? Очень часто люди переживают, связанные с увольнением. Боже, мне уволили, меня сократили и так далее. То есть просто Вселенная уже выпихнула тебя во что-то новое. И если ты потратишь эту энергию на страдания о том, какой плохой босс, как тебе все несправедливо поступили, это будет одна история, да, и ты очень много времени потратишь на это, и на то, чтобы еще восстановить энергию и пойти куда-то искать в новое, а там опять будут какие-то отказы, потому что энергии было маловато, ну и так далее. Либо ты такой, о, новое, так, значит, зачем-то мне это нужно, а зачем? Так, дай-ка я посмотрю. И совершенно другой посыл. Другое отношение. Другое отношение. Да, то есть, друзья, это не о том, что мы, как сказать, карты миксуем, да. Факты остаются фактами. И в авторской позиции, и в позиции жертвы факты одни те же, они нейтральны. Но ваше отношение может поменяться. И жить, исходя из жизни справедливо, все плохо, все не так, меня все обижают, и я недостаточно хорош к этому всему, да. А можно энергично, бодро идти, двигаться в новое, в интересное, куда-то дальше с энергией. Да, а вот про энергию ты заговорила. А как, что делать, если вот энергии мало, если ты чувствуешь, что ну вот как-то вот апатия, нет сил, нет желания, вот как ее восстановить, как ее получить, откуда? Ну, естественно, да, есть известные конкретные способы, как поднять энергию с точки зрения физического тела, да. Сейчас это и здоровый образ жизни, да, и спорт, и правильное питание, и режим сна. Ну, то есть это все никто не отменял, потому что мы, большая часть нас, это физическое тело, да, его нужно беречь и поддерживать, да, физическое тело очень много энергии дает. Но в том числе на нас влияет, да, и эмоциональная история, то есть то, что мы очень часто многие люди не замечают и не обращают внимания. А тем не менее это влияет. По-моему, американские или английские ученые выяснили, что вообще человек, когда рождается, человеческое тело рассчитано на порядка 180 лет жизни. И мы в течение жизни значительно сокращаем вот этот вот свой путь, да, но делаем мы это сами. Если не брать все вредоносные для тела вещества, да, там, это все известная, да, понятная история, мы сейчас не будем об этом. Поговорим про эмоциональную сторону. Есть вещи, которые мы делаем сами, своей жизнью, и они... Стрессы? Стрессы, конечно. Но есть прямо категории вещей, которые даже не относятся к стрессам, да, которые, ну, скажем так, если представить, ну, нас как энергетическое, да, сейчас уже все, мне кажется, верят в энергию и даже чувствуют, да, если представить вот эту вот энергию, данную на 180 лет жизни, как чашу, которая вот полная чаша энергии, да, то мы там сами делаем дырочки. Дырки, большие дырки, маленькие дырочки. Это такие категории, как... А, ну, в первую очередь я скажу, что, ну, наверное, все уже знают, что наша энергия течет туда, куда направлено наше внимание, да, то есть мы своим вниманием энергию направляем. И вот именно таким образом мы сливаем большую часть энергии, например, когда лжом. Это первая категория, которая сливает энергию. Ну, давайте вспомним, правда, мы же все так или иначе когда-то сильно или не сильно кого-то обманывали. И в этот момент что происходит? Ну, это мы сейчас не об этике разговариваем, да, я говорю, не о том, что вы плохие, а я-я, верать не надо и так далее. Нет, это всего лишь о том, как ты себя в этот момент чувствуешь. Вот вспомни, как ты себя чувствуешь. Мне кажется, мы просто затрачиваем лишние усилия на то, чтобы запомнить, кому что я сказала, а потом не перепутать. Да, именно. То есть ты запоминаешь, так, я вот это, ну, ага, значит, так, мне надо запомнить, что я ему соврал, потом мне надо, чтобы мне подтвердили моё алиби, значит, позвонить ещё другу, чтобы если у него спросят, он бы тоже это сказал. Потом мне надо это год держать в голове, чтобы через год, когда меня спросят об этом, я бы сказал то же самое. И вот это вот всё лежит у тебя в голове, да, и даже сейчас я вот говорю об этом, а мы так или иначе, да, сразу вспоминаем, что это. И врали мы наверняка не один раз. То есть ложь. Энергия сразу из этой дырочки начинает утекать, потому что у тебя там внимание лежит, тебе нужно это держать. Следующая история. Это скрытый вред. Когда вы вредите кому-то скрытно. Не знаю, или вы мелочи у родителей из кармана в детстве воровали. Вся история со взятками, откатами, слив базы работодателя, конкурентом и так далее, это всё скрытый вред. И в этот момент, опять же, не про то, что не делайте так, дети, да, про то, как ты себя чувствуешь в этот момент. У тебя в этот момент с этим возникает такое не очень. И в тот момент, когда об этом заходит речь, да, у тебя внутри такой гулкая ух, как будто дырка. Вот это прям как дырка в целостности, так и ощущается. То есть в этот момент твое колесо жизни, по которому ты едешь, да, оно провалится в яму, такой ух, раз зашла речь про налоги, а у тебя там что-то не в порядке, бум, да, такой... Заплатить налоги из беспокойной. Да-да-да, это об этом как раз. Это твое ощущение, да, твоей целостности, что у тебя всё в порядке. Следующее, это невыполненные обязательства. Ну, то есть когда вы даёте слово, обещаете что-то кому-то, не выполняете, конечно, вас это сильно сливает энергию. И долги, наверное. Долги, конечно. Да, ну, мы не про бизнес говорим, мы говорим про личные долги, работают причём в обе стороны. И когда вы берёте в долг, и когда вы даёте в долг, правда же? Ведь вы дали кому-то в долг. И не забыли об этом. Да, начинается, боже, зачем я дал ему в долг? Я же знаю, что у него не очень, понедельник не отдаст, и вы начинаете мучиться на эту тему, и ваша энергия тоже туда уходит. Также незавершённые дела, то, что вы начали делать, и не закончили. Начали разбирать шкаф или, не знаю, гараж, и не закончили, бросили. И оно висит. И самая такая мощная артиллерия – это незавершённые отношения. А незавершёнными считаются те отношения, которые закончились хуже, чем начались. Любые отношения. Деловые, дружеские, личные. Те отношения, которые закончились хуже, чем начались, считаются незавершёнными. И они сильно-сильно-сильно тянут внимание. Потому что когда вы слышите это имя, когда вы вспоминаете эту ситуацию, у вас постоянно там внимание. И поэтому к 60 годам вот эта энергия у нас сдувается, из этой чаши выливается, потому что дырочек очень много. И мы носим себя на работу или куда-то, гулять с внуками в парк, а энергии нет. То есть что нужно сделать? Раздать долги, завершить отношения? Да. И тогда всё будет хорошо? Да, да. Эти дырки нужно и можно закрывать. Но это не безвозначение. Можно и нужно закрывать. И я прям рекомендую после эфира всем зрителям, не знаю, тебе, Марин, сесть и выписать все дырочки, которые, вспомните, вот просто которые придут в голову. Всё, что придёт. Если забыл что-то, кому-то в долг и забыл. Ничего страшного. Значит, на поверхности сейчас вот это. И что дальше с этим делаем? Это нужно закрывать. Как? Ложь лучше всего вскрывать, признаваться и компенсировать. Очень бывает непросто. Здесь мы начинаем с собой договариваться. Ой, да ладно, я же во благо и так далее. Будьте собой честны, искренне. Очень часто именно вам прибавится энергия, когда вы эту дырку закроете. И находите, будьте экологичны, находите такие слова, которые человека не разрушат, но при этом не будут каким-то замазыванием ситуации, а будут именно её раскрывать. Долги. То же самое. Прописываем какие, придумываем новый план. Даже если вы по тысяче начнёте отдавать, но будете выдерживать сроки, это будет честнее, чем вы бегаете от человека или ждёте, пока у вас сумма находит. Да, завершить дела, поставить себе новые сроки и завершить их. И вы, когда завершаете дело, вспомните, как вы себя чувствуете. Вы говорите, ес, а, боже, как хорошо, я наконец-то сделал, потому что появляется лёгкость, потому что эта тяжесть уходит и добавляется энергия. С каждой закрытой вот такой историей у вас добавляется энергия. Это не аллегорично. Это фактически вы когда сами, да, вот, ну, вспоминайте, делали какие-то незавершёнки. Давно тянул, сделал, сделал, да. Вот. Сразу добавляется энергия. Есть незавершёнки, которые, кстати, имеют смысл обновлять, если они для вашей жизни не актуальны. Ну, например, я всю жизнь там мечтаю поступить на медицинский, и вот мне уже 45, я долго и успешно торгую металлом, и, в принципе, медицинский уже не очень актуален для моей жизни, но каждую весну меня подёргивают, так, надо документы, надо документы, да. Вот такие вещи, которые действительно для вас не актуальны, выпишите и обнулите, поставьте там нолик. Всё. Я больше... Закрыл для себя этот вопрос. Не поступаю, да, всё это не для меня. Соответственно, с незавершёнными делами завершаем, и с незавершёнными отношениями тоже. Что такое закрыть незавершённые отношения? Это значит создать искренность, благодарность и пожелание всего самого лучшего этому человеку, с которым у вас была эта ситуация. Очно или просто внутри себя? Лучше очно. Поток энергии, который вы получите после этого, он невероятный. Если человек не оценит и... Смотрите, отлепляемся от ожиданий. Вы делаете это не для того, чтобы он оценил. Для себя просто. Но если вы будете искренни, действительно, если вы будете благодарны, а за что его благодарить? Боже, он сделал мне столько плохого, мы так плохо разошлись. За что его благодарить? Есть за что. Вспоминаем, что, во-первых, все ситуации болезненные вы создавали вместе. И он, и вы участвовали вместе. Это ваша ответственность. Обоих. Вы оба были там участниками, во-первых. А во-вторых, вы в тех болезненных ситуациях чему-то научились. Если вы выцепите, чему же вы научились? Да, я после этих отношений научилась быть более стойкой. Научилась больше ценить себя. Или я стала более гибкой. Или еще как-то. Отдайте себе отчет, чему вы научились, даже благодаря этой болезненной ситуации. И поблагодарите за это человека. Потому что он поучаствовал в этом. Он вам преподнес этот урок. И тогда в жизни... Жизнь изменится. Да, люди перестанут быть для вас врагами, вредителями или виноватыми. А для вас просто будут в окружении учителя. И вы сами сможете выбирать, что делать. Это не значит, что вы перестанете чувствовать боль, или в вашей жизни перестанут происходить какие-то ситуации. Будут происходить. Но у вас есть выбор, что с этим делать. Страдать по поводу этой боли. Или видеть, признавать, проживать эту боль. Гораздо легче, чем когда вы еще страдаете по поводу нее. И выбирать, куда идти дальше. Видя, как я создала эту ситуацию. И зачем. И куда мне теперь дальше с этим. Чему я могу научиться в этой ситуации. И с чем я пойду дальше, создавая в своей жизни что-то более ценное, легкое, радостное. Спасибо тебе огромное, Наташа. Это была Наталья Федружкова и Марьяна Минскер. Всем любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова